Генеральная прокуратура России обратилась к белорусским правоохранителям с просьбой о сотрудничестве в деле ЗАО Белорусской калийной компании. Это сегодня сообщил нашим корреспондентам генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк. Уже дано распоряжение подготовить все необходимые материалы для отправки в Россию. Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Яковлевич Чайко обратился с ходатайством о совместном расследовании уголовного дела в отношении должностных лиц Белорусской калийной компании. Россия заинтересована в расследовании противоправных действий обвиняемых с учетом ущерба, причиненного Российской Федерацией. Белорусская сторона не возражает против этого предложения и приняла положительное решение по обращению генерального прокурора. Мною дано указание о выделении материала в отношении российских граждан и направлении их в Генеральную прокуратуру России. Совместное расследование правоохранительными органами обеспечит наиболее объективное, полное выяснение всех обстоятельств преступной деятельности должностных лиц, и все виновные будут привлечены к ответственности. Генеральный прокурор России выразил готовность оказывать компетентным органам Республики Беларусь аналогичную или иную правую помощь в соответствии с международными договорами. В настоящее время широкомасштабную проверку деятельности БКК проводит совместная комиссия Комитета госконтроля Беларуси, Минфина, Минэкономики, Налоговых служб, Нашбанка и концерна Белнефцехи. Как было заявлено, найдено документальное свидетельство о злоупотреблении и махинации топ-менеджмента. Материалы проверки попросила предоставить счетная палата Российской Федерации. Ранее из Следственного комитета России поступило обращение о предоставлении информации по данному уголовному делу. Калийный конфликт – одна из главных тем в воскресной программе в центре внимания. Гости студии, агентства теленовостей, а также эксперты на прямой связи из Москвы расскажут, что потеряли экономики разных стран от калийной авантюры, почему олигархические интересы не совпадают с государственными и какие предлагаются пути позитивного решения проблемы. Калийный конфликт в цифрах и фактах. Какой экономический ущерб нанесли олигархические схемы ведения бизнеса? Это все сказывается на том же российском народе, который недополучает выплаты в бюджет, недополучает зарплаты. Как недобросовестный капитал вредит интересам государства и народа? Государственные интересы России были принесены в жертву интересам сугубо корпоративным, не имеющим ничего общего со стратегическим видением развития отношений между Россией и ее ближайшими соседями. Интересы государства, бизнес должен блести, он должен ставить интересы своего народа выше своих. Выход из калийного тупика. Почему работать с белорусами – это выгодно, и что предлагают специалисты? Если Керимов продаст свой пакет акций, это будет выгодно абсолютно для всех, то новый менеджмент предприятия, новые собственники, они, конечно, будут вести переговоры, в том числе, конечно, с белорусской стороной. Конфликт, который затронул мировой рынок. Какого позитивного решения ждут производители, покупатели и трейдеры? Нужна стабильность всем на рынке, я думаю, как производителям удобрениям, так и потребителям. Я думаю, что в России есть люди, готовые работать по белорусским правилам, тем более они у вас достаточно прозрачные. Если люди сейчас после какого-то ссоры сядут за стол и говорят, ребята, мы же все-таки партнеры, братья, и мы должны идти вперед, супер. Перезагрузка мирового рынка калийных удобрений. Экспертное сообщество о путях позитивного решения проблемы. Воскресенье вечером. Программа «В центре внимания». Продолжение следует...